Добрый день! Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше всё» и я, её ведущий, Евгений Киселёв. Мы продолжаем писать историю нашей страны в 20-м, начале 21-го века в Лицах. Идём в алфавитном порядке. У нас сейчас буква «В», уже в прошлый раз была передача у Сергея Юльевича Витты. Вот на наш сайт в интернете пришло несколько вопросов. Страховщик Марина Чугаева спрашивает из Владивостока, когда будет передача о Высоцком? Передача о Высоцком будет в следующее воскресенье. Вот есть у нас такой постоянный слушатель, бизнесмен из Москвы, иногда, правда, из Владивостока, по-моему, он подписывается, хотя я не готов утверждать, путаю Сергей Северов или Северов, не знаю, как правильно ставить ударение. Это вот такой котон у нас утический, который каждый раз в каждой программе, перед каждой нашей программой задаёт вопрос по поводу того, ну, в общем, не нравится ему название нашей передачи. Да, действительно, о Пушкине было сказано Аполлоном Григорьевым «Наше всё», но мы, тем не менее, так дерзко решили воспользоваться этим выражением. И что бы вы нам ни писали, Сергей, всё равно название нашей программы мы не поменяем. Может быть, у вас всё-таки найдутся какие-то более интересные, содержательные вопросы. Но прежде чем начнём очередной наш выпуск, мы проведём голосование. Приготовьтесь, пожалуйста, у нас сейчас будет рикошет. Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслужены и слушаются уже. Программа «Рикошет». Так вот, я специально провожу голосование, ещё не объявив или не напомнив тем, кто об этом знает из интернета, о чём сегодняшняя передача, кому она посвящена, чтобы постараться максимально не повлиять максимальным образом на результаты этого голосования. Вопрос очень простой. Вот представьте себе, уважаемые радиослушатели. Возбудили уголовное дело против гражданина, может быть, даже арестовали. Виновен ли он? Следствие, как говорится, должно в этом разобраться, а затем и суд. Является ли его собственное признание в том, что он виновен, что он совершил то преступление, в котором его обвиняют, которое ему инкриминируется, достаточным основанием для того, чтобы признать его виновным? Вот такой вопрос. Я постараюсь его сейчас сформулировать чуть короче. Чуть короче. Является ли признание достаточным доказательством вины обвиняемого? Если вы считаете, что да, когда человек признаётся, этого достаточно для того, чтобы признать его виновным, набирайте 660-01-13. Если вы считаете, что нет, собственного признания недостаточно, набирайте 660-01-14. Голосование пошло. И вот сразу очевидный результат. Посмотрим, изменится ли он по мере того, как голосование будет продолжаться. А пока идёт голосование, я представлю моего сегодняшнего гостя Александр Максимович Яковлев. Человек, которого многие наши слушатели, наверное, знают ещё со времён перестройки, со времён программы «Взгляд», благодаря которой, наверное, Александр Максимович получил широкую публичную известность. Благодаря его статьям, в том числе в незабвенных московских новостях образца конца 80-х годов, когда газету возглавлял Егор Владимирович Яковлев, и когда эта газета была там больше, чем газеты, когда она была, знаете ли, по-ленински организатором революционных масс, скажем так, организатором тех людей, которые выступали за глубокие реформы, за то, чтобы идти дальше, дальше, глубже, превращать курс на реформы, на перестройку в подлинную революцию, как, собственно, оно в итоге и случилось. Александр Максимович, заслуженный юрист России, сейчас он возглавляет Московский новый юридический институт, ректор Московского нового юридического института. Вот, я повторю вопрос, который был задан, является ли признание вины достаточным доказательством вины обвиняемого, если да, 660.01.13, если нет, 660.01.14. Ну, я думаю, что уже, собственно, мы получили 500 звонков, и тенденция абсолютно очевидная. Я должен вас поздравить, Александр Максимович, у нас высокий уровень правосознания. Только 3 с небольшим процента позвонивших к нам в студию, причем их 14 человек всего, считают, что да, признание вины, а это достаточное доказательство того, что человек действительно является преступником. 60, простите, 96,8% считают, что нет. Собственное признание доказательством вины не является. Вопрос задан не случайно, потому что человек, о котором наша сегодняшняя передача, доказывал ту точку зрения и посвятил этому добрую половину своей жизни, что вина обвиняемого, которую он признает сам, является едва ли не самым главным доказательством. Речь идет об Андрее Януарьевича Вышинском, который герой, или, если угодно, антигерой нашей сегодняшней программы, человек, с которым очень многое связано в истории нашей страны, и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и даже в начале 50-х годов. И сейчас в нашей программе портрет Вышинского с этим материалом Ирины Воробьевы. Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи. Его имя стало синонимом слова «инквизитор». Низкого роста, плотно сбитый, благоухающий, красивый опросить, почти слившийся с мундиром мышиного цвета и погонами цвета надраенной стали. Тогда этот странный наряд дипломата казался верхом вкуса и элегантности. Щеточка тонких усов, очки в изящной оправе, за стеклами цепки колючий пронзающий взгляд, чуть прищуренные глаза, тоже стальные. Так запомнился Андрей Януарьевич Вышинский, писателю Арказию Ваксбергу. Он видел Вышинского вблизи, когда тот уже был министром иностранных дел СССР, но вошел Вышинский в историю как государственный обвинитель на печально знаменитых процессах 1936-1938 годов в Москве над Каменевым, Зиновьевым, Пятаковым, Сокольниковым, Бухариным, Рыковым и другими бывшими руководителями большевистской партии и правительства СССР, объявленными врагами народа. Книга Аркадия Ваксберга о Вышинском называется «Царица доказательств». В названии отражено главное, что сделал в своей жизни Вышинский генеральный прокурор СССР. Он постарался научно обосновать, что признание обвиняемого, подозреваемого в государственных преступлениях является решающим доказательством вины. Признание у врагов народа вытягивали шантажом и угрозами, выбивали на допросах, вымучивали пытками. Фактически все многочисленные книги и статьи Вышинского были направлены на юридическое обеспечение и оправдание массовых сталинских репрессий. Вышинский был единственным по-настоящему образованным человеком во всем сталинском руководстве. Он получил прекрасное образование, окончил Киевский университет, свободно говорил по-польски, отец его был поляк, и по-французски, усвоив язык еще в первоклассной царской гимназии. Знал хуже, но тоже неплохо английские и немецкие. При этом, как вспоминал личный переводчик Сталина Валентин Бережков, оставивший интереснейшие книги мемуаров, Вышинский был известен своей грубостью с подчиненными, способностью наводить страх на окружающих. Но перед высшим начальством держался подобострастно, угодливо. Даже в приемную наркома он входил как воплощение скромности. Видимо, из-за своего меньшевистского прошлого Вышинский особенно боялся Берии и Деканозова. Последний даже при людях называл его не иначе, как этот меньшевик. Тем больше страх испытывал Вышинский в присутствии Сталина и Молотова. Когда те его вызывали, он входил к ним, пригнувшись как табачком, с заискивающей ухмылкой топорчившие его рожеватые усики. О МИДовской карьере Вышинского сегодня помнят гораздо меньше, хотя в МИДе он проработал гораздо дольше, чем в прокуратуре. С 1940 года и до самой смерти в 1954. Сначала он был заместителем наркома и отвечал за разного рода специальные миссии, которые ему поручал Сталин. Например, сразу после окончания войны в 1945 году Вышинский много раз ездил в Нюрнберг как глава сверхсекретной комиссии, которая в документах даже не имела определенного названия. Ее называли то правительственная комиссия по нюрнбергскому процессу, то комиссия по руководству нюрнбергским процессом. Именно так, руководство, ни больше, ни меньше. Ее главная цель состояла в том, чтобы ни при каких условиях не допустить публичного обсуждения любых аспектов советско-германских переговоров, особенно факты наличия и содержания секретных протоколов к договорам 1939 года, пакта Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе. В 1949 году Вышинский сменил на посту министра иностранных дел СССР, попавшего в опалу Молотова, период, когда руководство Вышинского некоторые историки окрестили прокурорской дипломатии. В ООН бывший гемпрокурор произносил эмоциональные речи, пестрившие уничижительными эпитетами в адрес правительств и представителей других стран, такие длинные, что не помещались в одном номере газеты «Правда». Их приходилось печатать в нескольких номерах с продолжением. Вышинский был настоящим трубодуром холодной войны. Клеймил приглаждал к позорному столбу, унижал, высмеивал. Полемика, которую затевал он, носила конфронтационный характер. Вышинский по существу заботился не столько о поиске взаимоприемлемого компромисса, сколько об осуждении противника. Едва ли не первое важное кадровое решение, принятое на самом верху на следующий день после смерти Сталина, 6 марта 1953 года, было вернуть Молотова на пост министра, а Вышинского понизить до замминистра и отправить в Нью-Йорк представителем при ООН. Там он и оставался до самой смерти от сердечного приступа поздней осенью 1954 года, несмотря на неоднократные вызовы в Москву от поезда, куда он уклонялся под разными предлогами. Очевидно, он опасался, что на родине он может разделить судьбу Берии, Абакумова, Диконозова и многих других сталинских палачей. Похоронен Вышинский у Кремлевской стены. Вот такая биография. Далеко не все, конечно, рассказала Ирина Воробьева о том, какой это был человек, чем он запомнился, чем вошел в историю. А вот помните, Александр Максимович, там такая трагическая вещь, смерть человека, да? Но там был анекдотический эпизод, связанный со смертью Вышинского в Нью-Йорке. Не помните? Нет. Ну, была холодная война в разгаре, и понятно, американцы прослушивали помещение советского представительства. И прослушивая, прослушивая, они поняли, что с Вершинским что-то случилось. Ну, когда у него был утром по одной версии за завтраком, по другой версии он диктовал свою очередную речь для выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Но они поняли, что человеку плохо. А ему рядом не оказалось врача. И американцы сами позвонили в представительство и сказали, мы знаем, что у вас там ЧП, давайте мы пришлем медиков. Ну, наши дипломаты страшно изумились, как гласит этот апокриф, но сказали, что не надо, мы сами типа справимся. Но справиться им не удалось, и Вершинский не выжил. Смерть самого главного, так сказать, учредителя террора, Иосифа Сарьоновича, там тоже насчет того, чтобы быстро присылать врача, не очень получилось. Так что это, наверное... Ну, там была немного другая ситуация, там просто... Там есть, как вы сами знаете лучше меня, много разных версий, но, скажем, официальная версия, которая, кстати, многим по-прежнему, несмотря на разные теории заговоров, которые озвучиваются... Официальная версия, которая, мне кажется, имеет по-прежнему право на существование, просто охрана не решилась побеспокоить, покоить хозяина. Ну, естественно, да. Всеобщий ужас от живого, а тем более от этого. Я хочу только добавить к этой биографии одну такую небольшую подробность. Знаете, как студенты между собой называли Андрея Янаровича? Андрей Ягуарович. Андрей Ягуарович, а ведь, наверное, в вашу бытность студентом он был живым классиком своего рода, да? Да, безусловно. И вы знаете, в этом один большой урок для юристов, не только того времени, но и нашего. Оказалось, что блестящее знание юридической техники вовсе не гарантирует справедливого юриста. Оказалось, что огромный интеллектуальный багаж знаний зарубежного законодательства может быть умно, зверски, извращенно служить делу неприкрытого инквизиционного процесса и служить юридическим прикрытием террора. Самое удивительное, когда читаешь материалы этого процесса, возникает впечатление какого-то страшного спектакля. Там никто не спорит с прокурором. Подсудимые не защищаются. Они только развивают то, что говорит обвинитель. Вы имеете ввиду процесс Бухарина? Да, да, 1938 года. Они снабжают новыми подробностями. Секрет был очень прост. Им обещали жизнь, если они будут себя вести так, как было отрепетировано для них до процесса. Расстреляли почти всех. Там был, правда, один эпизод на самом первом заседании. Николай Кристинский попытался. Отказался от своих показаний, данных на предварительном следствии. Это показывает, насколько, так сказать, единственная течь в этом безукоризненной колеснице страшного террора. Характерно, что наша с вами передача совпала по времени с показом по второму каналу телевидения шаламовской эпопеи. Вы знаете, вот это вот видение этой страшной колесницы террора на ее самом кровавом уровне говорит о том, что она вся возвышалась кверху и замыкалась, во-первых, конечно, на самом великом и бессмертном ленинском, так сказать, вожде. А юридическим орудием был, конечно, Андрей Януарович Вышинский. И это, опять же, ставит вопрос, который, я думаю, не теряет никогда свою актуальность. Что, кроме знания юридической техники, отличает юриста, настоящего юриста, который защищает право как бытие свободы? Не право как приказ начальника, а право как устой демократического общества. Понимание того, что только вот эта суть дает юридической технике настоящее направление на благо народа. Как только техника права отрывается от этой основы демократического права, она может быть использована как угодно. Все, что написано сверху, закон, а внизу печать, это право? Нет, это еще не право. Это может быть закон, который заканивает террор. И таких законов мы знаем достаточное количество. И этот урок демократического понимания роли юриста в демократическом обществе никак не должен быть потерян, чтобы юридическое великолепие Вышинского не затмевало то, что эта техника служила для покрытия чудовищной машины террора. Вот скажите, я спросил уже у вас о вашем студенческом опыте, да, когда вы учились? Я учился, я закончил Московский юридический институт в 52-м году. 52-м году? Это было здание консерватории на улице Герцена. А знаете, как назывался зал, где читались лекции? Зал имени Вышинского. И, между прочим, ведь сам господин Вышинский, или товарищ Вышинский, как его тогда называли, был несколько лет ректором Московского государственного университета с 25-го по 28-й год. Вот такой поразительный человек, что даже умудрился и ректором МГУ побыть. Правда, говорят, что с подачи Иосифа Фиссарионовича. Сталин очень доверял Вышинскому, они познакомились еще в 1908 году в тюрьме, в Баку. Вышинский тогда был меньшевиком и попал в тюрьму как меньшевик, а Сталин был на стороне большевиков, но, тем не менее, они близко познакомились. И, кстати, как гласит одна из биографий Вышинска, вот такой факт в одной из биографий его приводится, что когда в 1920 году бывший меньшевик Вышинский вступил в партию большевиков, ему дал рекомендацию Сталин. И Вышинский был единственным человеком, которому Сталин когда-либо давал рекомендацию, вот уже будучи высокопоставленным государственным и партийным деятелем Советского Союза. Этот факт показывает удивительную, а не удивительную, а ужасную логику террора, а именно, бывший меньшевик самое надежное орудие. Заметьте, что террор начинался сверху донизу, террор наверху преследовал непосредственно цель устранить конкурентов в борьбе за власть. Но все те твердокаменные марксисты, которые расправлялись с врагами революции, причем иногда методом террора, сами становились жертвами террора. И это одно из самых нравоучительных... Николай Крыленко, например, который был государственным обвинителем на процессах, где, кстати, Вышинский был не прокурором, а судьей. От тезисов Крыленки дрожат у нас коленки, как говорили. Хорошо, а вот будучи студентом, тогда вот, в конце 40-х, начале 50-х, вот вы подвергались сомнению то, что утверждал Вышинский в своих работах? Ваши преподаватели, ваши профессора, как к этому относились? Это очень интересный вопрос. Вы знаете, как раз в сфере преподавания случилось то же. Тех, кто был таким ясным, четким, безугаризненным марксистом, были истреблены. А профессора... А что с ними, с этими буржуазными демократами делать? Профессор Герцензон, профессор Дурманов. Они продолжали нам преподавать. Вот получалась парадоксальная ситуация. Террор в жизни, и все-таки они нам передавали из дореволюционной России подлинные ценности права. Пусть они были в абстрактном виде. Можно было посмотреть в жизнь и сказать, что там, где речь идет о политических преступлениях, ничего не применимо. Но все-таки вот эта подкладка, она действовала на меня, во всяком случае, решающим образом. Потому что то, что я от них почерпнул, не сразу воплотилась в жизнь, но осталось для меня, и, я думаю, для других тоже. Так что вот такого непосредственной индуктринации в терроре тоже ведь не было. Ведь даже террор прикрывали, так сказать, юридической терминологией. Ну что ж, у нас еще минута остается до новостей середины часа. Я хочу напомнить вам, что у нас есть номер телефона, по которому вы можете присылать свои вопросы, свои сообщения. 7-985-970-4545. Присылайте на этот номер ваши вопросы, ваши реплики в виде смс-сообщений. Ну, кроме того, может быть, во второй половине часа мы послушаем ваши звонки. Еще у нас будет еще одно голосование. И я надеюсь, если все будет в порядке, к нам присоединиться по телефону, правда, еще один участник, сам в прошлом высокопоставленный прокурорский работник, а ныне депутат Государственной Думы Виктор Илюхин. А сейчас мы прервемся и после коротких новостей вернемся в эфир. Мы продолжаем очередной выпуск программы, который на этот раз посвящен антигерою нашей истории, генеральному прокурору Советского Союза в 30-е годы, министру иностранных дел СССР в конце 40-х, начале 50-х, в разгар холодной войны Андрею Вышинскому. Вот Николай Пенсионер написал нам на пейджер, над германским фашистом был суд, над сталинизмом нет. Германский прокурор, штамповавший смертные приговоры, преступник, почему же нашего еще надо обсуждать, а не заявить, что этот человек Вышинский преступник. Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что даже если какой-то исторический деятель в конечном счете признан преступником в судебном порядке, или общественное мнение так постановило, зачастую уже посмертно, это не значит, что о нем нельзя говорить. Мне кажется, что о нем наоборот нужно говорить, поэтому мы говорим, кстати, и о германских фашистах, нацистах, если быть точным в определениях. Мы говорим о лидерах нацистской Германии, для того, чтобы это никогда не было забыто, уроки того времени. Может быть, я не прав, как вы думаете, Александр Ильич? Нет, я хочу только добавить, что мертвые подлежат суду истории. Судить мертвых любого злодейства нельзя, они не могут защититься от обвинений. Но перед судом истории они беззащитны. Хотя даже в истории некоторые расхождения в оценке ушедших могут быть. Так что о мертвых только история. Судить, но судить вовремя надо тех, кто еще жив. Вот, кстати, спрашивают, я напомню, телефон для ваших вопросов в виде СМС-сообщений ваших реплик. 7-985-970-45-45. Вот два любопытных вопроса. Галина из Москвы спрашивает. По моим сведениям, Вышинский имел отношение к аресту Ленина в 1917 году. Я не слышал об этом. Ну, вы знаете, есть такая версия, что Вышинский, выполняя распоряжение Временного правительства, Ленин был объявлен в розыск, да, и было принято постановление о его задержании и аресте. Ленин скрылся тогда. И Вышинский, как комиссар милиции Якиманского района города Москвы, которым он являлся после февральской революции, ведь многие меньшевики, как и большевики, уже с февраля 1917-го принимали участие в тех или иных органах власти. Особенно это касалось меньшевиков, которые, поскольку меньшевики контролировали, они были меньшевики только в кратком курсе ВКПБ. На самом деле, очень часто меньшевики оказывались в РСДРП в большинстве. Так, в частности, после 1917-го года очень многие советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов находились, наоборот, под контролем тех самых меньшевиков. Вот в этом качестве, как гласит эта версия, Вышинский пытался содействовать пассивно, ну, так сказать, выполняя распоряжение Временного правительства, принимал меры по аресту Ленина, хотя, в общем, было понятно, что едва ли Якиманский район города Москвы – это то место, где его следует искать. И еще, значит, есть такой вопрос. Хотелось бы узнать, что думают уважаемые участники передачи о версии, давно бродящей среди историков XX века, что Сталин и Вышинский были связаны со времен совместной отсидки знанием о том, что оба работали на царскую охранку? Вы знаете, я думаю, что такого рода информация может обсуждаться. Но я бы не вынес решение по этому поводу по очень простому принципу. Для юриста то, что не доказано, не существует. Как человек я могу отложить в сторону свое юридическое мышление и тоже засомневаться. Похоже, что было, но если вы меня спрашиваете как юрист, ответ однозначен. То, что не доказано, не существует. Ну, я как историк могу добавить, что не существует и никаких документов, которые бы однозначно подтверждали действительно бытующую в историографии версию о том, что Сталин был агентом царской охранки. Об этом, кстати, и в художественном виде писали, причем не последние писатели. Эта версия в некотором виде описана Александром Солженицыным в сталинских главах романа «В круге первом». Но, повторяю, никаких убедительных, никакого массива убедительных документов, которые подтверждали бы эту версию, не существует. Хотя действительно есть об этом большая историческая литература. И, возможно, в следующих передачах, сейчас не готов сказать, в какой именно, мы этой версии коснемся. А вот сейчас у нас на связи по телефону бывший прокурорский работник, а ныне депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по безопасности Виктор Иванович Илюхин. Виктор Иванович, здравствуйте, вы слышите меня? Да, добрый день, я слышу. Виктор Иванович, вот вы, как в прошлом, прокурорский работник, вы были членом коллегии прокуратуры СССР, заместителем начальника главного следственного управления. Как вы относитесь к фигуре Вышинского и его, так сказать, вкладе в советскую юстицию? Я хочу сказать, что Вышинский фигура достаточно солидная, достаточно мощная, но насколько она мощная и солидная, настолько она была и противоречива. Противоречивость этой фигуры, наверное, есть вследствие той эпохи, в которой жил, в которой, как говорится, и работал Вышинский. Я отношусь к Вышинскому с уважением в плане большого государственного человека. Это был действительно государственный человек, и не случайно после кресла генерального прокурора его назначили заместителем министра иностранных дел, а вот тогда на подобной должности просто случайных людей не назначали. Я к Вышинскому отношусь положительно в плане того, что он был не просто прокурорский работник, он был и большим теоретиком, крупным ученым, который, в общем-то, достаточно много сделал для развития советской науки. Сегодня говорят только лишь об одних ошибках Вышинского. Да, они у них были, у него были достаточно серьезные ошибки. Но вместе с тем, что, я бы еще раз отметил, Вышинский многое сделал для становления той советской юридической науки. А вот что касается ошибок, ну что ж, наверное, они сродни тому или объясняются во многом тем, что сама советская правовая наука еще только создавалась, она была неразвитая. Во многом она носила отпечаток или во многом пытались ее скопировать и творить с учетом и зарубежного опыта, который не всегда подходил для советской и российской действительности. Простите, пожалуйста, Виктор Иванович, я вас перебью. А у меня вопрос касательно теоретических взглядов господина Вышинского или товарища Вышинского, наверное, говоря о нем как генеральном прокуроре и о теоретике юриспруденции, наверное, надо употреблять это слово «товарищ». Вот его теория доказательства, его усилия направлены на то, чтобы доказать, что признание подсудимым, обвиняемым своей вины является решающим доказательством по делам, в частности, о государственных преступлениях. Как вы к этому относитесь? Тоже с уважением? Ну, вы знаете, я могу сказать, ведь в том, что говорил и писал Вышинский достаточно много и наносного, сегодня наносного. Да, Вышинский говорил о том, что признание своей вины обвиняемым является решающим обстоятельством, решающим в доказательстве вины. Но ведь как можно понимать вот это утверждение Вышинского, решающим в плане того, что он не только признал свою вину, а признание своей вины, по сути дела, является первым шагом к раскаянию, к деятельному раскаянию. Вот почему вы ставили к стенке деятельно раскаивающихся? Конечно, я с Вами согласен. На практике этот тезис достаточно серьезно искажался. И то, что Вышинский заявил о решающем значении этого доказательства, ну что ж, наверное, здесь есть определенный отрицательный момент. Но такова теория, такова теория права. Вы посмотрите, что сегодня происходит. Тогда, когда сегодня обвиняемый, я говорю это применительно к царице доказательства признания своей вины, по нынешнему российскому законодательству, если обвиняемому грозит мера наказания не более пяти лет, то он вправе в суде заявить о том, что он согласен с выдвинутым обвинением, и суд в этом случае, не открывая уголовного дела, по сути дела уходит в совещательную комнату и выносит меру пресечения, то есть меру наказания. А это что? Если мы говорим, что Вышинский был плох, да, я не разделяю его теорию до конца, но почему мы эти элементы перетащили в наше российское законодательство? По-моему, это, я не юрист, но мое стихийное гражданское правосознание подсказывает мне, что здесь речь идет, по-моему, о совершенно другом. Но вот присутствующий здесь Александр Максимович Яковлев, которого Вы наверняка знаете, Виктор Иванович, хочет стать слове. Да, я с уважением отношусь к нему. Вважение у меня взаимное к Вам, Виктор Иванович, но я хотел бы подчеркнуть вот какую вещь. Если так обобщить развитие теоретической основы уголовного процесса, а мы об этом именно говорим... Да, конечно, теория и доказательства в первую очередь. То это ведь исторически, Вы знаете, куда восходит роль признания вины? Восходит к светлым годам Инквизиции, когда ничего другого не требовалось вслед за признанием вины. И говорили, если ты признаешь вину, тебе будет снисхождение. Какое? Признавшего вину вешали, а не признавшего сжигали. И все развитие уголовного процесса как раз и направлено было на то, чтобы отвести признанию вины у соответствующее место. Мы можем с Вами обратиться к англосаксонской системе, где признание вины или желание и согласие выступить свидетелем в отношении других соучастников преступления освобождает от наказания. То, что признание вины освобождает, это не означает, что это царица доказательств. Это компромисс, на который идут в силу необходимости. Александр Максимович, я абсолютно разделяю вашу точку зрения. Я только договорил. Но затем все прочее развитие, как раз вы прекрасно это знаете, конечно, поставило признание вины на соответствующее место в ряду других доказательств. Самое страшное в акценте на признание вины вот в чем. За признанием вины чаще всего стоят пытки. Пытки на следствии – это не пустяки. И самое страшное заключается в том, что если сводится все доказательственная масса к признанию, есть очень сильное подозрение, что признание было вырвано пытками. Если такого господствующего положения, вы, наверное, согласитесь, признание не имеет, а имеет значение в ряду других доказательств, там ему и место. Но все-таки развитие, возьмите наш уголовный процесс, роль защитника, как она выросла. Она выросла неизмеримо по сравнению с тем, какой она была. То есть никакой не была на предварительном следствии. Александр Максимович, да, вы абсолютно правы. Развитие теории процесса в этом направлении. Да, вы абсолютно правы. Но позвольте, я соглашаюсь во многом с вами, но позвольте все-таки обратить внимание на некоторые тенденции в нашей и теории, и практике уголовного процесса. Я подчеркиваю именно уголовного процесса, который меня настораживает. Вот то, что я назвал о том, что обвиняемый признает себя виновным, и говорит, согласен на вынесение любой меры наказания, это по сути дела из той же теории, которую мы с вами осудили. А действительно ли виновен обвиняемый, который заявляет, что согласен с любым наказанием? А что за этим скрывается? А не навешали ли ему, по сути дела, вместо одного преступления, которое он совершил, еще пять, и сказали, признаешь себе, все равно будет только лишь три года лишения свободы, и не более. Вот эта тенденция меня пугает. Я с вами согласен. Меня пугает и другая тенденция о том, что следователи-дознаватели по российскому законодательству могут идти сами в суд и поддерживать государственные обвинения. Меня эта тенденция тоже страшно настораживает и пугает. Поэтому тогда, когда мы говорим о Вышинском, в первую очередь, мы должны действительно, как вы правильно говорите, сделать вывод из той истории, очень тяжелой, очень сложной, я бы сказал, и трагичной истории, и не повторять эти ошибки в нашей действительности и в будущем. Вот такой вопрос. Это вопрос я адресую и Виктору Ивановичу Илюхину, который с нами на связи по телефону, и присутствующему здесь у меня в студии Александру Максимовичу Яковлеву. Вот сама биография Вышинского свидетельствует о том, что правосудие и обвинение очень часто в истории нашей страны друг друга заменяли, подменяли, переплетались. Потому что, как уже было сказано, так вскользь в нашей программе чуть раньше, Вышинский был председателем специального судебного присутствия на процессах, первых политических процессах конца 20-х, начала 30-х годов по Шахтинскому делу, по делу промпартии, обвинителем там был Крыленко, а потом он был прокурором. Вот есть такое выражение, которое Вы, наверное, оба хорошо помните, выражение, которое сейчас не употребляется практически, а в свое время употреблялось. Карающий меч советского правосудия. Вот правосудие, как карающий инструмент, по-прежнему у нас сохранилось в каком-то виде? Или мы это преодолели? Или, может быть, это вообще не надо преодолевать? Виктор Иванович, что скажете? Я представляю возможность высказаться Александру Максимовичу. Спасибо. Я думаю, что, ну, надо сказать, на повседневном уровне, на бытовом, а это очень важно, как народ думает. Когда он слышит о том, что судят убийцу, тем более убийцу детей, скажем, есть такие зверские убийцы, он, конечно, думает, мечом его, гада, и больше никаких разговоров. И я такие эмоции понимаю. Но мы-то, как юристы, конечно, должны понимать, что меч вступает в дело, только если два условия. Во-первых, состоялся объективный суд, и, во-вторых, если смертная казнь не отменена или не приостановлена. Поэтому это выражение скорее билетристического или эмоционального характера. Но для юриспруденции, конечно, оно никак не подходит, по-моему. — Александр Максимович, я могу сказать, ну, конечно, определенные политические штампы давлели тогда, и они использовались и в теории советского права, да и не только в теории советского права. Но здесь еще один момент, о котором мы должны с вами помнить. А как вообще-то понимали наказание? Что это наказание? Наказание, мера, которая определяется в приговоре. Это кара или не кара? Это месть или не месть? Это восстановление справедливости или невосстановление справедливости? Если считать о том, что все-таки наказание — это кара за содеянное, за то, что действительно лицо совершило злодеяние, то тогда вот карающий меч правосудия здесь может быть и в какой-то мере применим. Применим карающий меч, потому что определяет наказание, которое является определенной карой за содеянное. Но я бы все-таки согласился с этой теорией наполовину, и никоим образом никогда не соглашусь, чтобы наказание определялось как местью. Вот государство не должно мстить так же, как и общество не должно мстить. Оно должно определить справедливую меру ответственности. Вот, наверное, карающий меч, слово-то от этого в правосудии и появился. А по ценке наказания? Вы знаете, Виктор Иванович, извините, я вас опять перебью. Не так много времени осталось до конца программы. Но я, в общем-то, имел в виду чуточку другое. Я имел в виду то, что у нас, на мой взгляд, в судах исторически, поправьте меня, если вы со мной не согласны, но вот моя точка зрения, что в наших судах исторически сложилась такая традиция, что суды очень часто приобретают обвинительный уклон. Что суды значительно чаще занимают сторону обвинения, нежели сторону защиты. Что суды зачастую и судьи действуют согласованно с государственными обвинителями. Зачастую не давая возможности стороне защиты представить свою точку зрения, лишая тем самым подсудимого, обвиняемого возможности на справедливый состязательный процесс. Что суд у нас становится, и мне кажется, это восходит как раз к временам процессов конца 20-30-х годов. И к тем традициям, которые закладывались в Ишинском и при Ишинском, когда в результате суд, это было не местом, где происходит состязание между обвинением и защитой, а местом, где обвинения и судьи, заседающие в верховном суде, в районном суде, в специальном судебном присутствии, не говоря уже о тройках, просто быстро и эффективно решают судьбу обвинения. Для меня понятна ваша обеспокоенность. Конечно, и сегодня правосудие, как говорится, не избежало многих ошибок и тех тенденций, которые были присущи не только советскому правосудию. Если уж говорить об истоках, то они в далекое прошлое уходят, эти истоки. Я хотел бы обратить внимание на два момента. Ну, во-первых, сколько бы мы ни говорили о состязательности, а я приветствую эту состязательность в уголовном праве, полной, объективной и равной состязательности между защитой и обвинением не будет, потому что на государстве висит, мягко говоря, или перед государством стоит, а государство взяло на себя обязательство бороться с преступными проявлениями, со всеми преступлениями, выявлять, расследовать и привлекать к уголовной ответственности. К сожалению, я должен сказать и сейчас по уголовному процессуальному законодательству стороны обвинения пока прав и полномочий больше. А второй момент. Не надо забывать, что судебная власть все-таки это одна из ветвей государственной власти. И сейчас это выпукло проявляется о том, что... Советская-то власть, я нисколько не обеляю. Ошибки были, надо об этом объективно говорить. Суды все-таки обслуживают в первую очередь власть, а потом уже думают о гражданине, о соблюдении и защите прав каждого нашего рядового гражданина. Вот если эти негативные явления мы не победим, наверное, плохо будет. Спасибо большое, Виктор Иванович. Это у нас на связи по телефону был Виктор Илюхин, член Комитета Госдумы по безопасности, в прошлом заместитель начальника Главного следственного управления прокуратуры СССР. Прежде чем я передам слово моему второму гостю, участнику нашей сегодняшней программы Александру Яковлеву, я хочу задать вопрос нашим слушателям. Еще одно голосование в прямом эфире. Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслужены и слушаются уже. Программа «Рикошет». Мы сегодня говорили о Вышинском и о карательном уклоне в деятельности российского правосудия. Преодолен ли он? Вот вопрос, который я хочу Вам сейчас задать. Итак, если Вы считаете, что карательный уклон в деятельности российского правосудия сегодня преодолен, звоните 660-01-13. Если Вы считаете, что карательный уклон в деятельности российского правосудия по-прежнему не преодолен, звоните 660-01-14. Голосование пошло. Я хотел бы добавить в отношении обвинительного уклона в суде. Это также одно из магистральных направлений развития судопроизводства в сторону его подлинной демократизации. Преодоление своего уклона. Есть одно четкое слово. Знаете, какое? Суд присяжных, господа. Суд присяжных. 12 разгневанных мужчин. Может быть, половина женщин тоже не беда. Которые не на службе государевой. Которые решают вопрос в соответствии со своим пониманием весомости доказательств. А в отношении весомости доказательств я согласен с моим собеседником Казмана Льюхиным о том, что права защитника на предварительном следствии для двора доказательств нуждаются в расширении. Вот эти два момента. Больше доказательств, чтобы победить обвинительный уклон и суд присяжных. На суду присяжных нужен новый прокурор и новый защитник, которые могут говорить с ними на простом, понятном всем языке о сложных материях, убеждать, привлекать на свою сторону. Это совершенно новое для нас пока что направление в развитии судебной системы. Решающим элементом преодоления обвинительного уклона является во всем мире, и у нас уже являются, только должно еще больше, развитие системы судов присяжных. Голосование тем временем подошло к концу. И вот результат. Абсолютное подавляющее большинство, как тогда в начале программы, проявило высокий уровень правосознания и понимало, что недостаточно для того, чтобы человека приговорить к тому или иному сроку тюремного заключения, признать его виновным в совершении преступления, недостаточно его собственного признания. Вот точно так же почти 98% позвонивших, а мы получили за минуту больше 600 звонков, почти 98% позвонивших считают, что карательный уклон в деятельность российского правосудия не преодолен. То есть априори человек, оказывающийся перед лицом нашего правосудия, априори считается уже виноватым, уже заслуживающим на козе. Как говорили в старые добрые времена, органы просто так никого не забирают. Перед судом просто так никто не оказывается. Очень короткий комментарий. Вы знаете, все мы живем как бы дыша эманацией, которая идет от правосознания народа. Мы, наверное, вот у нас с вами очень образованная и правильная аудитория, но мы, наверное, с вами не раз слышали так, что с ним, с преступником возятся. Поновели тут, поразвели тут прав всяких, за ними плачет, прячется преступник. И я не люблю цитат, но сейчас очень короткая, если вы позволите. Она звучит так. Конечно, за этими строго соблюдаемыми или в него отстаиваемыми правами когда прячется преступник, пускай себе гораздо лучше, чтобы ловкий вор остался без наказания, нежели чтобы каждый честный человек дрожал как вор у себя в комнате. Это писал Александр Герцен, 1848, наверное, год. Вот преодолели ли мы в общественном сознании эту ноту, развели тут прав, за ними преступники прячутся. И эта эманация также ведь исходит из уровня общественного правосознания. Повторяю, наша с вами аудитория не такого уровня. Ну что ж, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, сегодняшний разговор о Вышинском, о человеке, который был, безусловно, антигероем нашей истории, человеке, который очень много сделал, на мой взгляд, зла, хотя не все с этим согласны, в том числе Виктор Илюхин, который был героем нашей программы, если вы просите, гостем нашей программы с этим, явно не согласился, говоря о Вышинском суважении. Но, как говорится, пусть в эфире радио «Эхо Москвы» звучат разные мнения, а мнение слушателей, в общем, на мой взгляд, было выражено достаточно убедительно. У гостя программы был Александр Максимович Яковлев. Я благодарю вас. До встречи в следующее воскресенье. В следующее воскресенье говорим о Высоцком. «Наше всё» с Евгением Киселёбовым. «Наше всё»